Привет зрители! Амоду С5 сегодня изучаем внимательно. Квази-трасса будет в городских условиях, постараюсь разобрать автомобиль в пределах скоростного лимита. Благо, не везде ищут камеры и в некоторых местах можно проверить чуть больше ездовые свойства, чем обычно. Надеюсь, вы корректнее за это не будете, так как автомобиль мы испытываем в реальных условиях, а не где-то там. Хотя, всю жизнь мечтал о полигонах, эх, но полигон у нас обычная дорога, так что будем внимательны и осторожны. Итак, Амода С5 сегодня в предвкушении GT, хотя даже S5 простая, да, выглядит как GT. Вставочки, симпатичный дизайн, драйв, динамика. Смотрите, какие здесь обрамления у выхлопа, но выхлоп здесь, как вы понимаете, да, настоящий, скрывается под всем этим. И кто-то мне названивает, но я, конечно, не буду отвечать, потому как для вас стараюсь и снимаю видео про автомобиль. Итак, Амода С5, чем порадуют? Дисковые тормоза, естественно, для того, чтобы обеспечить лучшую тормозную динамику. Да, это хорошо. Нокиан Тайрс уже стоят, пока еще не Айкон, но думаю, скоро все изменится. Размер 205-55-17, чуть-чуть по профилю больше, как говорится, кризис, он и в шинах порой накрывает. Так что имейте это в виду. Кстати, такой формат мне понравился больше, потому что 55 вместо 50 позволяет добавить плавности, не потеряв при этом в основных языках свойств, что, конечно, для наших условий, для наших дорог, где ямы зачастую не редкость, да и лежачие в таком количестве, где в другой стране не слышишь. Так что особо эксплуатации оставляют подготавливаться, особенно в том числе автомобилям. Им здесь сложнее, даже, мне кажется, чем в знойной Африке. Спереди тоже видим тормоза дисковые. Что ж, проверим в работе. Подвеска бесхитростная, сзади ваша любимая балка, но в целом французы умеют настраивать. А почему настоящие китайцы, представляющие лучше автомобили, не могут? Давайте посмотрим. По дизайну, кстати, а мода седан нравится мне больше. Вроде бы, да, схожи вот эти вот ромбики-галочки усеченные, и вроде какой-то должно быть преемственность, но симпатичнее, приятнее. И, кстати, да, вот технологии, которые нет в России, да, адаптивный круиз-контроль полноценный, естественно, король мертвых зон, но фаршированная версия. Кроме этой топовой в 147 сил, напоминаешь, дуэт GT, которая должна быть в 186, но для нашего рынка 150, ну и, конечно же, есть еще и 113-сильная. Может, карширинги существуют? Постараюсь для вас найти. Все, что могу, то нахожу и рассказываю, чтобы вы могли сделать полноценный выбор про автомобиль. Ну, а сегодня проверим главное на трассе. Это даже не какая-то там управляемость, а прежде всего нас интересуют обороты. Так, расходик выставляем сразу, прогрузится, готов расход, режим. Нет, не спорт. А, кстати, у нас получается только Эко, либо спорт. Я думал, еще нормально где-то придается, но нет, но нет. У нас два варианта, что называется. Так что ездим в Эко. Погнали. Ездил в Эко преимущественно. Ну что, поехали. Проверим возможности доставщика. Видите, свою трудовую копеечку доставляют. Ну, а мы помчали. Итак, буст позволяет сделать что? Позволяет минимизировать обороты, а значит, что? Улучшить, прежде всего, звуковые эффекты от автомобиля. Сделать тише, комфортнее, доступнее, да, без перегрузки по звуку. То есть, получается, да, минимальный оборот. Смотрите, и в них в пределах, да, вариатор все разгоняется. Хочется быстрее. Прибавляем газ и... Ну, а потом оборота падают до минимальных значений. Радуют они, конечно. Вот турбина, что позволяет. На обычной версии с атмосферой так не получится, потому что, видите, просто банально не будет тянуть. Ну, а здесь без проблем. Буст, буст, классная штука. Вновь передавливаем педаль и через некоторую задержку обороты растут вместе с динамикой. И мы буквально образом рвемся вперед. Успеем ли мы ее обогнать? Нет, не успеем. Притормозим, притормозим, обеспечиваем безопасность. Видите, автомобиль тоже понимает, что нужно тормозить и говорит, я готов, готов, что называется, ко всему. Ну, и все эти АДАСы, да, как сейчас комплекс называется, думали и решили ввести АДАС. Ну, и обгончик небольшой, да, опять вновь педаль в пол. Услуживаю обороты растут. Вместе стягивая турбины. Не просто звук, да, как раньше с атмосферой, когда вызывал он, чтобы максимум получить неизбежность. Да, здесь уже с бустом уже подтягиваю, ускоряемся. Не просто сначала ждем, как обороты вырастут, потом получим максимум этого звука. Турбина приглушает, хотя звук, конечно, невыразительный совершенно. Вот интересно, что будет жить. Я вообще у Модоспец взял как раз, чтобы проверить, как китайцы научились радовать любителей драйва. Любители получают не просто возможность переместиться из точки А в точку Б, а еще и с удовольствием. С огоньком, так сказать. В пределах разумного, конечно. Сейчас мы попробуем выйти на кусочек северо-восточной хорды, какой сейчас называют МСД, и проверить динамику автомобиля. Правда, там такой трафик. Не получается у меня технически, к сожалению, выехать на трассу, но смогу, я думаю, для вас подготовить возможность это сделать и в условиях города. Потому что главное, да, с оборота, вы уже видели, что они прям минимальные. Прям минимальные. Меньше, наверное, только у вообразных американских восьмерок можно ожидать, где они там, да, без всякой турбины справляются. Но объем в 6 литров, да, в 4 раза больше. Ну и расход, соответственно, а здесь все под максимально экономичную езду заточено. Обратите внимание, да, как низко стрелка тахометра находится. И как она позволяет. Вообще, что касается моды, вновь повторюсь относительно обычного рассказа про автомобиль. Здесь у нас что? Здесь у нас очень удобный хваткий руль. Это главное. В остальном есть некие особенности в настройках, да. Прежде всего, конечно, педаль тормоза. Очень-очень острые тормоза. На французский манер. Там сперва свободный ход некоторый, потом вступают резко механизмы, но прогнозируемые. И вот этой растянутой тягучести, которую, например, мы знаем, ну, одним из самых плохо настроенных тормозов в том мире, это кто? Ланд Калин, да. Там прям беда, беда. Прям лазовские тормоза, по сути, у легковушки. Здесь такого нет, здесь прогнозируемые. Педаль газа. Вот педаль газа здесь чуть-чуть попроще в настройках. Здесь у нас можно было и поинформативнее сделать. С другой стороны, вот привык ездить и не вызывает никаких вот, да, коннотаций с какой-то прям вот неудобством. Порой, да, с педалью газа случаются, да, экономия на обратной связи. Но в данном случае свыкся и чувствую себя уверенно, динамично. Итак, давайте попробуем. Выезжаем мы на Хорту. Здесь классный участок, как раз вот на самом деле имитация Китая. Там нисколько ямы, там вот эти вот пологие части, и машина из Китая должна быть настроена идеально именно под это. Вот под эти вот сейчас волны, да, там вот эти вот волны, это основа. И смотрите, держит подвеска, держит подвеска, не раскачивает. То есть такие небольшие качки, хоп, и фиксирует автомобиль. Не уходит в раскачку и уверенно перестраивается из ряда в ряд. Что ж, вот так вот. Это зимние шины. Научились китайцы настраивать автомобиль на удивление. Да, вот что называется рост, который предрекали. И теперь он, да, пожалуйста, он с нами, он везде, и мы можем получить лучшее тем самым. Класс. Ну а то обороты минимальные, и съезжаем мы с Хорда на участок короткий. Вот далее там пробка ожидает, дальше не поехал, все равно не разогнаться. Вот такая вот короткая такая трассовая история. Обороты минимизировали на сотни меньше двух тысяч. Это класс. Тут надо москвичу, все речь, Джаку, да, учиться. Потому что там тоже с турбомотором 150 сил, но обороты 2 500. Зачем там 2 500? Почему, не знаю. В общем, здесь в этом настроены лучше. И будем надеяться, что именно такие связки все-таки в вас найдет свою звезду и покажет возможности движения. Но мы с вами изучили, в городской среде прохватили, посмотрели на обороты. Хотел трассу подготовить для вас. По таймингам не вышло, к сожалению. Но буду, буду я стараться все успевать специально для вас, друзья. Ну, я с вами прощаюсь. Пусть с Амодой мы не прощаемся, да, ну и вас жду вновь, вновь-вновь на роликах про автомобили. Пока!